Тихое и уединённое место. Оно идеально подходит для создания кризисного центра. Как раз над таким проектом работа в Бийске идёт полным ходом. Благодаря победе в международном конкурсе «Православная инициатива» в Заречи появится дом матери с приютом для беременных и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Активное участие в его создании принимает Бийская епархия. На сумму почти в миллион рублей будет сделан ремонт, закуплено оборудование, мебель и необходимые вещи для проживания тех, кто оказался в кризисном положении. Год назад наша организация стала работать по благотворительной программе «Спаси жизнь». Это автономная некоммерческая организация «За жизнь» город Москва. И вот с ними мы сотрудничаем. Благодаря им мы наладили противоабортное консультирование в двух районных больницах. И в городских консультациях также про нас знают врачи. И периодически направляют женщин к нам. Ну вот мы работали и решили как бы расширить работу с нашими мамочками. Потому что мы поняли, что ограничиваться только консультированием и профилактикой нельзя. Проблем у женщин много и они бывают разными. Например, они остаются без работы и поддержки родственников. Стоят перед выбором – сделать аборт или сохранить жизнь ребенку. Многим тяжело пережить развод. И здесь нужен комплексный подход. В центре окажут психологическую и юридическую помощь. Постараются решить вопросы бытового характера. Помогут наладить контакты с близкими. Найдут занятия подрастающим детям. Думаю, что этот проект очень важен и актуален. Потому что женщины, которые находятся в кризисной ситуации, им необходима как и физическая такая поддержка, так и духовная. Потому как, в общем-то, кризисы у людей, они, как правило, возникают не только из-за каких-то материальных трудностей, но и в первую очередь из-за духовных. А тут церковь больше всего может помочь, поддержать, наставить, направить, обогреть, так скажем. Бийский дом матери будет создан по образцу Московского кризисного центра. Из столичного города переданы различные программы и направления. Так здесь будет осуществляться работа различных кружков. Дети смогут заняться хореографией, вокалом, актерским мастерством. Подтянут хвосты в школьной программе. В Москве именно объяснили нам, как должен быть обустроен этот дом. Какая поддержка должна быть оказана в этом доме. Действительно очень сложный и тяжелый проект. Потому что занимает и много времени, и отбирает большое количество физических сил. Потому что нужно принять человека, понять его проблему и попробовать эту проблему решить. Сейчас основная цель – закончить ремонт центра и обустроить помещение. Одновременно здесь смогут проживать до 15 человек. Открытие дома матери не за горами. Оно запланировано на середину сентября. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни.